Сегодня мы готовим томк хагай, куриный суп с добавлением кокосового молока и корня галангал. Используем куриный бульон, приготовленный заранее по всем правилам и замороженный. Такой бульон в виде кусочка льда всегда у вас под рукой и готов к употреблению в любой момент. Поставим нашу кастрюльку в микроволновку или в печь для того, чтобы бульон разморозился, а затем добавим туда кусочки курицы. Пока закипает наш бульон для куриного супа томк хагай, рассмотрим ингредиенты, которые входят в состав этого супа. Первый это кусочки курицы, которые мы погрузим в бульон, как только он закипит. Грибы вешенки, красный чили перчик, свежий лук, лимонная сорга, листья кафрового лайма, лаврушка, корень галангала или корень имбиря. Которые имеют немножко разный аромат, но иногда могут заменять друг друга. Также мы используем кафровый лайм. Это необычный экзотический фрукт, обладает бугристой кожицей. И цвет его варьируется от светло-зеленого до темно-зеленого. Кожица настолько ароматная, она является поистине кладовое масло по имени цитронелла. Листья лимонного кафра плотные, блестящие, тоже обладают сильным ароматом лайма. Они придают терпкость многим блюдам тайской кухни. Если у вас нет под рукой кафрового лайма, можно заменить его обычным лаймом или, в крайнем случае, лимоном. Итак, пока готовится наш бульон, мы нарежем остальные ингредиенты. Мы порезали зеленый лук, грибы мелкими квадратиками, корень галангала порезали колечками, а лимонная сорга режем палочками длиной 2-2,5 см. Чтобы сорга полностью отдала свой аромат супу, можно слегка надавить его толкушкой. Острый чили перчик можно положить целиком или половинку от него, чтобы вовремя вытащить, если вы не привыкли к его едкому вкусу. Если же вы привычны к блюдам восточной кухни, можно мелко порезать, и тогда суп будет более пряным и более близким к оригиналу. Приготовим угрошение для нашего супа томг хагай. Это будет уже порезанный зеленый лук и кориандр, который является необходимым ингредиентом в тайской кухне. В наш варящийся бульон нам необходимо добавить кокосовое молоко и рыбный соус. Суп должен получиться кислым, немножко терпким из-за красного перца и ароматным за счет цитронеллы, присутствующей в лимонном кафре. Всего полчаса и наш суп томг хагай готов. Его ароматы разнеслись по всей квартире и пробудили необыкновенный аппетит. Поэтому теперь можно попробовать этот роскошный суп. Разложив суп по тарелкам, украсьте его кинзой и зеленым луком. Попробуйте суп томг хагай и вы не сможете готовить по-иному. Кушайте и наслаждайтесь! Подробности рецепта на сайте экзотика стиль жизни.